С вами Дмитрий Дворецкий. Сегодня тема такая задвоенная, но это не чтобы размыть ее суть, не чтобы вас запутать. На самом деле это здесь будет разобран один из проектов, или как модно говорить, кейс. Хотя мне ни то, ни то слово не нравится. Скорее, идея или дело. Это Пайтбук, одну из библиотек, где я работал довольно продолжительное время, где-то порядка 7 лет. И оттуда на самом деле очень много идей, проектов пошло. И, соответственно, поскольку библиотека носила имя, со временем появилась мысль что-то сделать именное в библиотеке, для библиотеки. И чтобы это оставалось, ну и может быть, я не знаю, почти фантастика передавалась куда-то, в какое-то будущее некое. Поэтому отсюда мемориальная деятельность. А проект Пайтбук, и мы его будем разбирать. И хочу задать вопрос сразу же вам. Какие ассоциации у вас вызывает слово, вернее, два слова, да, мемориальная деятельность? Что это для вас? Вот для меня, например, действительно, когда я только-только это услышал, когда был совсем юным, молодым библиотекарем, мне казалось, что это что-то скучное, что-то непонятное. Действительно, что-то такое бронзовое, мраморное, с цветами, какой-то постамент обязательно, какая-то такая экспозиция совсем мертвая. Ну, то есть ее поставили 100 лет назад, она стоит, ее никто не трогает, и даже пыль не протирает. Вот раньше у меня были такие ассоциации. А что для вас мемориальная деятельность? Может быть, вы занимаетесь? Вот, Людмила пишет, работа с раритетами. Да, 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 в каком-то смысле и так. Будут ли еще какие-нибудь варианты или... Ну, хорошо. Если вдруг возникнут идеи, дописывайте. Это очень интересно, обменяться мыслями, какими-то контактами, как говорится. Ну, мы начинаем. Так, Лилия пишет. Почитание памяти. Да, в каком-то смысле и так. Что-то с памятью связано. Мемори. Отчасти да, отчасти так и есть. Ну, мы начинаем. Итак, поскольку мы будем разбирать проект «Поэтбук», я вкратце расскажу, что такое, собственно говоря, этот проект. Откуда вообще эта мысль пошла и как его понимать. «Поэтбук» — это книга поэта. Если такой брать чисто английский, чисто дословный перевод. Следующий момент. В моем понимании, а писал я со своего понимания, потому что в интернете ничего подобного я не находил. Ну, в русскоязычном интернете, в остальных версиях я особо не лазил. Это книга или альбом со стихами и иллюстрациями, где предпринята попытка переосмыслить творчество автора. Ну, то есть не значит, что взять стихи и переписать их на свой лад. А наоборот. Взять стихи, прозу, поэму. Может быть, был какой-то художник в данной местности или библиотека носит имя художника. И как-то посмотреть на это по-другому. Выпустить сборников этих работ с какими-то другими аннотациями, с комментариями прохожих. Ну, вот что-то такое. И это уже будет некое переосмысление творчества. Это будет новый виток, новая жизнь. Откуда отчасти пошла идея, мы об этом еще и ниже поговорим. Но я вкратце хотел бы сказать, что есть такое движение скетчеров. Возможно, вы слышали. Возможно, они есть во многих городах. Это люди, которые выходят и рисуют. Но это быстрая зарисовка. Как правило, ручкой, карандашами. Отчасти это похоже на пленеры, когда выходят люди и рисуют долго масляными, акварельными красками. Но здесь более быстрая зарисовка. И рисуется все это в блокнотиках. В блокнотиках, в каких-то альбомчиках. И потом выстраивается маршрут по городу. И идет такая некая зарисовка. Вот в каком-то смысле я соединил в своей голове скетч, книгу, поэта. И получился такой некий гибрид, некий поэт-бук. Ну а почему? Поговорим дальше. Ну и традиционно, чей это проект? Поскольку библиотека именная, это московская библиотека, носит имя Леси-Украинки, потому что Киевский район, он был большой. И в данном районе много чего. Ну, например, метро Киевская, Киевский бульвар. Там много чего. Еще есть библиотека Тараса Шевченко. До сих пор есть. Вот. Ну и здесь вы можете увидеть перипетии с данной библиотекой, куда она входила, куда она выходила, в какие разные объединения. Последнее – это большое объединение культурных центров Западного административного округа. В Москве произошло слияние библиотек с культурными центрами. И получился такой огромный, ну, в каком-то смысле монстр. Хорошо это или плохо покажет время. Итак, план вебинара. Как пришла в голову такая идея? Откуда берутся мемориальные проекты в библиотеке? И зачем они нужны? Этапы жизни поэтбука. Что с проектом теперь? Как пришла в голову такая идея? А все очень просто. Извините, я буду хихекать. У меня после простуды постоянно першит горло. Все на самом деле до безумия просто. Причина – следственные связи. Мы как-то сели и подумали. У моей библиотеки из мемориальной деятельности одна постоянная экспозиция в виде небольшой выставки. То есть это колба, ну, как мы ее называем, стеклянная выставка. Это витрина, да? И в этой витрине нагромождение книг немногочисленных автора, чьи имя носит библиотека. Там всего 5-6 книг. Там распечатанные какие-то картинки из интернета, какие-то веночки, которые нам подарили или мы же купили в свое время. И, собственно говоря, это вся выставка. И вот она стоит без особых изменений, к сожалению. И захотелось каких-то изменений, каких-то внесений, да, чего-то дополнительного. Следующий момент. Около библиотеки было много профессиональных художников и любителей. То есть на базе библиотеки это не ноу-хау. Московских библиотек это проходит повсеместно, по России и за рубежом. Библиотеки выступают такими некими культурными центрами. Все об этом знают и многие к этому стремятся. Когда организуются кружки читателями, профессиональными сообществами. Вот так получилось, что наша библиотека сформировала вокруг себя сообщество профессионалов, художников по самым разным техникам и направлениям, которые у нас базировались и проводили какие-то занятия. Платные, бесплатные и так далее. Мастер-классы. Следующее. Через три года библиотеку ждал юбилей. И к этому делу нужно было как-то подготовиться. Это была моя абсолютная мысль. Я о ней стал говорить. А давайте вот это сделаем. Не было еще четко какой-то идеи, как это будет. Не было понимания, откуда возьмутся художники. Вообще ничего не было. Но желание было. Итак. Я считаю, что каждая библиотека, это мое мнение абсолютно, что каждая библиотека, особенно именная, может производить на свет продукт. То есть не просто сидеть и складывать. А многие библиотеки этим занимаются. Я этим занимался поначалу. Был у нас краеведение, так мы его складывали, никому не показывали. Засовывали в папочки. Эту папочку убирали в сейф. И иногда на каких-то мероприятиях говорили, мы занимаемся краеведением. Но об этом никто не знал. То же самое с мемориальной деятельностью, то же самое с остальными проектами. Как правило, многие библиотеки стараются не выносить ничего, чтобы ничего об этом никто не знал. Ну, видимо, такая традиция. Тише едешь, дальше будешь. Видимо, так. Ну и, наверное, все-таки первый пункт, он должен был быть первой строкой, но я его поставил последним. Это составление плана. Наступило то время, когда нужно было составлять план, и руководство нашей ЦБС на тот момент, централизованной библиотечной системы, скажем так, на собрании заведующих, оповестило всех, что нужен красивый план развития библиотеки с проектами, желательно яркими. Вот. Ну, собственно говоря, это отправная точка проекта Пайдбук. Заведующая пришла, с нами поговорила, и я предложил данную идею. Собственно говоря, проект действительно получился креативным. Но об этом ниже. Вот почему все это получилось и как это шло. Следующее. Откуда берутся мемориальные проекты библиотеки и зачем они нужны? Первое. Самое простое. Когда у библиотеки есть имя, это автоматом налагает на библиотеку, ну, не то чтобы обязанность, но хотя бы какую-то традицию. Хорошее слово подобрал. Мне нравится. Традиция. Что-то делать к юбилею. Ну, например, библиотека Толстого. Толстой родился. Неважно, кто из трех. Толстой родился в какой-то из трех в определенный день. И мы проводим. Либо делаем неделю Толстого. Потом это во что-то трансформируется. Мы делаем выставку о Толстом. Мы еще что-то делаем. Постоянную экспозицию. Мы делаем музей о Толстом. Связываемся с потомками, если можем их найти. Я так к примеру. И потихоньку-потихоньку это все во что-то трансформируется. То есть это некая такая, ну, да, традиция. Я уже слово сказал. Это первое. Второе. Есть библиотеки, у которых по каким-то причинам появился музей. Музей печатной машинки. Музей кирпича. Музей старинных книг и старинных текстов. Таких библиотек очень много по стране. Я сразу говорю. Мое мнение, я не сторонник. Учитывая то, что метраж многих библиотек, большинства библиотек, это 200 метров, 300 метров. Это в лучшем случае. То на таком корабле выделять какое-то помещение под музей, ну, это смело на самом деле. Но многие библиотеки с этим живут. Да. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но я думаю, это нецелесообразно. Конечно же, если это огромный центр, 1000-2000 метров квадратных, это имело бы смысл выделять какие-то дополнительные комнаты. В таких случаях тоже есть какие-то экспозиции, с ними можно работать, можно узнавать историю предмета, можно узнавать, откуда он вообще родился, какой завод его произвел. Есть очень симпатичная библиотека в Москве, я дружу с ней, это библиотека Твардовского, и там несколько музеев. Вот как раз таких музеев быта, что ли. И один из музеев, он пополняется именно жителями. Жители прознали про данный музей и приносят какие-то свои экспонаты. Кто-то какую-то тяпку принес, кто-то еще что-то. И там придумали проект Reliquarium. Данный проект соединял библиотеку с предметом и с носителем знаний об этом предмете, то есть с тем, кто принес данный предмет. И получался довольно интересный проект. Получался предмет, фотография предмета, рассказ о предмете, что это такое, и рассказ о хранителе в прошлом, дарителе, то есть уже сейчас дарителе данного предмета. И получалось, что экспозиция раскрывалась, люди могли ее увидеть в интернете. Получалось, что про библиотеку говорилось, про предмет. И это живая история. Ее рассказывал живой абсолютно человек, а не какая-нибудь там нейросеть или просто копипастом что-то делал в библиотеке. Вот это следующий формат. Ну и, как говорится, самая популярная история, связанная с краеведением. Это сборы информации о районе. Есть чисто краеведческие библиотеки, которые прям занимаются этим. Их пополняют специальным фондом. А есть библиотеки, ну, как говорится, нужно было чем-то заниматься. И у кого-то это хорошо пошло. То есть люди стали приносить фотографии, артефакты, раритеты. Кто-то, ну, так, как говорится, ну, приносит, почему бы не сделать папочку, краеведение. И то, и то это занятие. Ну, как говорится, функционал немножко разный. Вот. Это три самые распространенные такие формата. Есть немножко другой формат. Это работа. Но это тоже некая краеведение. Это работа уже с архивами. Работа с другими учреждениями. С архивами своей библиотеки, архивами других учреждений. И с книгами, которые есть в библиотеке. Вот, как говорится, я себе представить не мог, когда залез в фонд и стал что-то смотреть по Москве или около Москвы. Справочники, путеводители. Есть же еще знаменитый каталог РГБ. Там можно найти много чего. И по России тоже. И когда я это все соединял, я понимал, что у меня очень много информации. Я могу что-то подтвердить. Что-то опроверг... Ну, не на сто процентов, но во многом. Что-то подтвердить. Что-то опровергнуть. Сделать какие-то дополнительные статьи, заметочки, публикации. И это тоже своего рода краеведение. Но это уже, на мой взгляд, такой высший пилотаж. Это исследование. Это то, к чему я стремился, стремлюсь и к чему всех призываю. Вот с этими материалами, которые приносят, которые есть, которые хранятся в книгах, у дарителей, в библиотеке. Чтобы производилась какая-то работа, обработка, опись, записывались живые истории. Если там библиотекарь помнил, от кого он это принимал и как это происходило, чтобы он это записал, как это было. Чтобы был материал, которым можно поделиться, сделать публикацию, заметку. Ну и в конце концов, если этих заметок будет много, это альманах краеведческий, это путеводитель. Это может быть вообще все, что угодно. Даже отдельные сайты. Есть такие библиотеки, которые вот дошли даже до такого. Следующее. Этапы жизни поэт-бука. На самом деле, этапы жизни поэт-бука мало чем отличаются от жизнеобычного проекта. Все стандартно. Маленькие этапы жизни. Первое. Была идея. Просто захотелось сделать что-то для библиотеки, для имени этой библиотеки, чтобы был какой-то экспонат. А вот мы это сделали. Причем не просто сами, а совместно. Еще вдобавок с кем-то. Потом появилось название. Если вы были на прошлом вебинаре районы ВЕД, там у меня наоборот. Все пошло от названия. Здесь наоборот была идея. Потом пошло название. Потом был пост. Один единственный пост, где я попросил своих друзей. У меня были в подписчиках не только друзья и читатели библиотеки. Ну, там какой-то процент небольшой. Данный пост находится в сети, которая запрещена на территории России. И люди стали откликаться. Стали приходить, стали говорить, а давайте мы попробуем. Я стал разговаривать, потом вспомнил, что у нас есть кружки вдобавок к этому. Поговорил. Пусть так будет с кружконосцами, да. Многие откликнулись, не всем, но тем не менее. Идея была проста. Отобрать стихотворение. Порядка 20. На каждое стихотворение нужен был художник. Желательно, чтобы он не выбирал, чтобы он не ворочал носом. Но у меня в запасе было 30 стихотворений в случае замены. Ну и работа с художниками. Когда пришли люди, началась работа с художниками. Собственно говоря, вы видите обложку, обложку пайтбука. Ниже будет ссылка на сам пайтбук. Вы полностью с ним можете ознакомиться, посмотреть. По-моему, там даже можно его скачивать. Он будет в формате PDF. И, в принципе, там все написано, написано, как он сделан. Ну и сейчас я дополнительно об этом расскажу. Кстати, обложка сделана в японской технике рисования. Что мне нравится в данном проекте, техник было очень много. И не все были профессиональными художниками. То есть мы даже допустили читателей, которые, как нам показалось, сделали симпатичные рисунки. Смогли передать любовь, смысл, мелодию стиха. Вот это было очень важно. Ну и, собственно говоря, я сейчас чуть-чуть отмотаю, чтобы обратить внимание. Как мы видим, на обложке написано название. Я песню стать бы хотела. Это не просто так. У Леси Украинки есть стихотворение, которое ровно так и называется. Ну, первая строчка ровно так и называется. Я песню стать бы хотела. Вот. А справа вы видите иллюстрацию, которая была сделана на данное стихотворение. На самом деле, я очень удивился, сколько было желающих. Мне казалось, я даже не смогу набрать и человек пять. Но желающих было много. Поначалу, на таком отборочном этапе, было где-то порядка 30 человек. Но кто-то потом передумал, кто-то исчез. Кто-то, пару человек, ну, скажем так, не прошли аттестацию в библиотеке. Ну, уж слишком были простые рисунки и примитивные. Ну, совсем прям. И не в тему. То есть, передачи не получилось. Хотя каких-то требований я бы не сказал, что они были. Я был рад вообще всем. Я был ошарашен, что пришли люди. Я был ошарашен, что люди хотели что-то делать. И у них появился энтузиазм. Вот это меня просто поразило. Ну, и как отбирались стихи. Вот это очень важно. Стихотворение должно быть, должно умещаться на формате А4, листа. Это очень важно, чтобы была видимость. То есть, текст, само стихотворение. И на следующем листе иллюстрация, чтобы человек раскрывал, и он видел, кто нарисовал, и стихотворение, и чье это стихотворение. Ну, там, и в какое время было написано. Это делается для удобства. Соответственно, многие стихи, поэмы, еще какие-то формы были отметены. Хотя они были классными, шикарными, мелодичными. Но, к сожалению, таков формат. Следующий момент. Мелодичность стихотворения. Мне показалось... Стихи были разными. Были с достаточной мелодикой. Были, скажем так, ближе к белому стихотворению. Мне показалось, что... Ну, вернее, так. Мне, наверное, захотелось, но и показалось, да, что правильнее было бы отобрать стихотворения, которые можно, ну, в каком-то смысле даже петь. Настолько они музыкальные, настолько они красивые. И это такой второй критерий отбора. Следующий критерий. Разнообразие тем. У многих авторов есть тематика. Детские стихи про природу, про любовь, про вечность, про все, что угодно. И вот именно, чтобы была россыпь стихотворения самых разных. Не только про любовь, но и детские. Или там что-то, я не знаю, там про любовь к родине, про любовь к молодому человеку, про любовь еще к чему-то. Что-то такое совсем разное. Про природу просто. Ну и, собственно говоря, адресация. Кому данные стихи были адресованы? Это тоже довольно важно, чтобы тоже адресация была разная. Вот. Это такие критерии отбора стихотворений. Как отбирались художники? Ну, я уже сказал отчасти про это. Художники на самом деле никак не отбирались поначалу. Но потом, когда их стало очень много, изначально мысль была, как я уже говорил, одно стихотворение, один художник. Но поскольку о проекте-то я объявил, сделал пост, рассказал всем об этом, все с этим согласились, но вера в то, что придет много авторов и просто людей, которые хотят помочь и поучаствовать, ну, особо и не было. Да, тем более бесплатно. Это же все основано на альтруизме. Кто захочет помочь в библиотеке? Ну, скажем так, кто-то захочет, ну, таких людей не факт, что будет много, ну, не 20 человек. Соответственно, поначалу никакого отбора вообще не было. Но потом отбор появился. Во-первых, появились художники, которые сказали, а мне это стихотворение не нравится. Я производил замену на другое стихотворение. Если тоже не нравилось, мы разрывали мысленный контракт. Ну, потому что стихотворения было всего 30, который я смог найти по нашим архивам, по нашим книжкам, вот именно, который соответствует критерии мелодики, тематики, вот этой вот, чтобы они могли влезть на лист А4. Их было немного. И многие были уже распределены. Опять же, может ли художник вообще понимать, передавать ощущения, которые были в тексте автора? Это довольно сложная история. Некоторые художники даже перерисовывали свои картины, рисунки у картин, хотя у некоторых картины получались. Рисунки по 3-4 раза. Даже такое было. И было два художника, которые, ну, просто сделали какие-то графические зарисовки. Вот. И они были не одобрены. Но я это потом все собрал и опубликовал отдельным постом. Просто показал, что вот, смотрите, были еще и такие работы, но по тем или иным причинам они не дошли. И у нас даже так. Была история, что на некоторое стихотворение претендовало по 3 художника. Это было удивительно. И в результате конкурса, конечно же, приз был вручен. Ну, то есть, иллюстрация того художника, который была признана лучшей, она, скажем так, легла в основу поэтбука. Вот. Такой отбор потом со временем получился. Ну, и тот самый пост, не скажу, что он легендарный, я его писал, конечно, с большой надеждой, с большим желанием, что все получилось. И когда стали приходить лайки, писать комментарии, обычно на тематику библиотеки, когда я что-то пишу, такого бывает мало. И у меня в друзьях знакомых в основном библиотекарей. И библиотекарей знакомы. Ну, то есть, с кем я работаю. Вот. Ну, вероятность того, что они чем-то могут помочь и рисуют, она есть, это правда, но она не настолько велика, учитывая то, что я всех знаю по многим каким-то параметрам. Вот. И тут подключились наши кружки. Подключились какие-то люди, которых я вообще не знал. Просто, ну, подружился с кем-то, ну, и ладно, подружился и подружился. Абсолютно даже не думал, что что-то может быть. И отсюда вывод, что любой наш пост, любое мое действие может вызвать непредсказуемую реакцию, как в плюс, так и в минус. Та же история была с прошлым проектом, с прошлого вебинара, когда я делал посты и просто не задумывался об этом. И получают совершенно разные результаты. Где-то хорошие, где-то просто никакие, к примеру. Вот. То есть такой простой пост, где я писал, по сути, такое техническое задание. Потом появилось техническое задание на саму обложку. То есть я попросил сделать обложку. Оно было очень простое. Ну, отматывать не будем назад. Мне было важно, чтобы внутри было поле, в которое можно было вписать название, ну и там что-то приписать. Вот. А вокруг, ну, это было на, скажем так, волю автора, художника. Правда, та девушка, которая рисовала обложку, ей пришлось не сладко, потому что вместо одного стихотворения ей пришлось читать 33 стихотворения. Ну, благо-благо, стихи симпатичные. И из этого всего получился образ, который вы видели выше. Вот что-то такое отчасти от Серебряного века, а лесть украинкой она не является, она немножко не попала в эту струю. Вот. И что-то такое со свечой, и что-то с такими вьюнками цветами. И получилось довольно интересно. И вообще неожиданно. И было много приятностей, неожиданностей на пути развития данного проекта. Ну и вкратце просто хочется показать, рассказать пару иллюстраций. Все иллюстрации не буду показывать. В конце, как я говорю, будет ссылка. Вы можете... Она будет в виде QR-кода, и на нее можно нажать и перейти в Google Диск, и, как говорится, полистать и посмотреть в свое удовольствие. Ну вот, это просто как примеры, какие были рисунки. Опять же говорю, я не все привожу к примеру. Мне, например, данная иллюстрация очень нравится, хотя ее выполнил абсолютно не профессионал, абсолютный любитель. Как Юлия говорила, я даже не умею рисовать особо. Ну вот, так получилось. Стихотворение, которое она прочитала, вызвало у нее такой отклик. Ну вот, совсем, казалось бы, простенькое, но на самом деле рисунок мне запал в душу. Рисунок с большой для меня, да, с большой любовью, с большой зарисовкой. И вообще, я хочу сказать, данный сборник получился с большой любовью. С большой любовью к библиотеке, с большой любовью к творчеству автора, да. И была же встреча. То есть, помимо электронной версии, существует еще бумажная версия. Я об этом ниже чуть расскажу. Произошла встреча. Мы там всем вручили грамотки от библиотеки, расцеловали, вручили какие-то конфетки, вручили сборники. Все были счастливы, довольны. И это был какой-то восторг на таком микроместном уровне. Мы это дело сделали. Вот бывает такое. И для меня это очень дорогой проект. Собственно говоря, поэтому я о нем и говорю, поэтому я им и делюсь. Что важно? Я об этом говорил выше, но это следует повторить. Техники были абсолютно любыми. Мне было, в принципе, все равно, кто на чем рисует, кто чем рисует. Кто-то рисовал в графике, кто-то рисовал карандашом, кто-то делал это все чисто на компьютере. Вот, например, данная зарисовка была сделана на компьютере. Художник рисует онлайн, на планшете. И это здорово. То есть это такая смесь-перемесь взглядов совершенно разных людей, очень часто обывателей на творчество, взгляд современников на творчество поэтессы. По-моему, очень здорово. В общем, на мой взгляд, прям все даже удалось и переудалось. Ну, а теперь, если вкратце говорить, а что теперь? А что теперь с проектом? Ну что? Как я помню, в одной из библиотек, что бы я ни делал, ко мне все время подходила моя коллега и говорила, ну что теперь? Ну и что? Ну и куда дальше? Сейчас я расскажу, ну и что, ну и куда дальше, и что теперь. Ну, первое. Данный проект у меня в сердце. Иначе я бы о нем не говорил. Данный проект существует в электронном виде. На сайте до сих пор он существует. Ссылки активны, на мое удивление, потому что сайт трансформировался 3-4 раза. И так бывает очень часто, когда сайт переезжает, происходят какие-то обновления. Старые ссылки ломаются. Ну, по невнимательности, еще по каким-то моментам. А бывает просто сайты удаляются. На мое удивление, прошло вот уже 4 года. Сука активна. Я сделал дублет ссылки на Google Диск. И теперь, как говорится, она активна вдвойне. Следующий момент. Данный сборник можно увидеть вживую. Он есть. Правда, он выпускался таким минимальным тиражом. Нам помогла наша централизованная библиотека. Директор помог. Я объяснил директору, что нужны финансы. У нас центральная библиотека. Я сейчас там не работаю, говорю сразу, но у нас центральная библиотека, когда я работал и сейчас, библиотека имени Анны Ахматовой. И там была своя типография. Вот. И там были очень хорошие ребята, которые много чего могли сделать. Конверты, наклейки. И было оборудование, что самое главное к этому. Вот. Хочу также отметить, это тоже важно, на самом деле, вот этот путь, который я рассказал от и до, на мое удивление, он занял всего две недели. Проект был готов за две недели. Я сам чуть не выпал с ума. Я параллельно с введением данного проекта и работаю в запрещенных разных сетях ныне. Я делал посты, информировал людей о прохождении проекта и так далее. Это тоже важно делать. Обслуживал читателей. И с теми читателями и с художниками, с которыми я договорился, я записывал их почту и просто отправлял стихотворение. И на стихотворение они должны были принести рисунок живой. Ну, кто-то, поскольку далеко жил, сделал в электронном виде или сам хорошо отсканировал. Я там даже указывал, какие точки должны быть на скане, чтобы это прям картинка-картинка была хорошая. Выслали по почте. И вот таким образом за две недели был собран полностью материал к поэт-боку. Потом это все структуризировалось по папочкам. Первая папка – обложка. Я написал техническое задание к обложке, как она должна выглядеть. Вторая папка – иллюстрация. Прописал вплоть до, где имя должно быть у автора. Под там сколько сантиметров, да. Я написал, какая будет подкладка, какая будет задняя обложка. Там же еще и задняя обложка. То есть я занимался вот этим. Это заняло у меня буквально пару дней. Я это все отправил, и потом начались трудности. Как это бывает? Электронный формат мы получили через… Ну, там была дообработка того, чего я прислал. Проверка на ошибки. Верстка дополнительная, потому что это все же сверстать еще нужно. Вот. Это было непросто. А это немножко, ну, не совсем входило в обязанности данной мастерской, как я понимаю. Ну, и были другие заказы на всю, на целую систему. Ну, данная мастерская, как говорится, работала на всю ЦБС. А это порядка 48 библиотек на тот момент. Это много. Там плакаты делали, все что угодно. Вот. И через месяц мы получили электронную версию. А вот живую версию, к сожалению, она затянулась. И я ее получил уже, когда не работал в библиотеке, через, по-моему, 4 или даже 5 месяцев. Мне только предоставили печатный формат. И после этого мы организовали встречу с чаем, с благодарностями, ну, как говорится, с грамоткой. Ну, то, о чем я, в принципе, и говорил. Ну, в целом, проход про мысли, про идею проекта я рассказал. Теперь то, что я обещал, где посмотреть данный проект. Первое. QR-код. Можете с телефона. И второе. Данный QR-код кликабельный. Нажимаете на него мышкой и переходите сразу. Вот. Можете даже сейчас нажать посмотреть. Может быть, задать какие-то вопросы, скачать его. Я, правда, не помню, можно ли его сейчас скачивать. Но, тем не менее, посмотреть. Так, коллеги, жду ваши вопросы. Может быть, у кого-то появилась какая-то дополнительная история со своими мемориальными проектами. Вот. Так, Людмила пишет. Покажите живую версию, пожалуйста. Живой версии у меня нет, к сожалению. Последний. Смотрите. Данный поэтбук был напечатан. Всего 50 экземпляров. Соответственно, было 20 художников. Осталось 30. Некоторые просили дополнительно. Почему? Потому что они хотели распространить по каким-то своим каналам. Ну, осталось, наверное, 15. Часть ушла в библиотеку. Мне остался один авторский, который я тоже куда-то там отдал кому-то. В целом, 50 – это очень мало. Нужно было делать 100. 100 экземпляров. Но вы можете посмотреть электронную версию. Она, в принципе, мало чем отличается. Да. А, если вы решитесь пойти в запрещенную сеть, она на букву «Ф», там можно найти по тегу, хэштегу «пайтбук», и вы увидите след проекта. То есть, что, как он шел, как он проходил. Вы увидите то, что я даже с ним еще куда-то выходил, выступал, например, рассказывал о нем. Вот сейчас вебинар, он тоже туда пойдет. Там статья была на эту тему в современной библиотеке. То есть, можно увидеть след проекта. То есть, он не просто так возник, а потом исчез, и непонятно что. Но зато есть книжка. Прямо есть ход, след проекта. И я всегда тоже за это. Потому что, если у проекта нет следов, возникают вопросы. Ну, лично у меня. А таких проектов в бюджетной сфере очень-очень много. К сожалению. Так. Ну что? Я так понимаю, вопросов больше не будет. Аж жаль. Мне казалось бы, я бы мог бы еще на что-нибудь ответить дополнительное. И так. На всякий случай, моя почта для связи. Я могу выслать фотографию живого. У меня есть просто фотографии распечатанных этих пайтбуков. Но я не знаю, насколько это... Есть даже видео. Видеочитательница, которая листает пайтбук. Вот. Но у меня в руках его сейчас нет, к сожалению. Все абсолютно было роздано. 50 экземпляров – это, к сожалению, капля в море. Надо было делать больше. Вот. Ну, поскольку все за счет, как говорится, не за мой счет, я тогда еще экономил на все. Так. И спасибо всем за внимание. Всех обнимаю. А так, опять же, есть же электронная версия. Она почти ничем не отличается. То есть там она один в один почти такая. Это не, ну как, это не книга-книга. Это своего рода, ну, брошюра. Давайте так. Альбом-брошюра. Я осознанно к этому шел, чтобы это был именно альбом со стихами и иллюстрациями. Вот. Примерно такая история. Ну, коллеги, спасибо вам огромное. Если вопросов нет, а я вижу, что их нет, я даже не знаю, как к этому относиться. Ну, ладно. Спасибо огромное. Всех обнимаю. Берегите себя. Ну, и всего доброго. До следующего вебинара. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok